Друзья, я вас приветствую! Сегодня будет самое практическое видео за все существование этого канала. Я расскажу, какие действия в коррекции питания и образе жизни мы должны выполнять для того, чтобы иметь возможность снижать уровень холестерина без медикаментов. И более того, прикреплю практический случай, как это можно делать в действиях, и какие можно уже увидеть результаты спустя полтора-два месяца подобной работы. Поэтому досматривайте данное видео до конца, оно очень полезное и практическое. На самом деле, действительно, вопрос холестерина – это очень актуальная проблема, потому что у большинства людей он повышен, а повышение холестерина – это всегда повышение рисков заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые, к сожалению, укорачивают дни жизни человека. Поэтому ту информацию, которую я буду нести сегодня, должен знать абсолютно каждый человек, который хочет прожить долго, счастливо и полноценно. Я Мария Кадырлеева, врач-диетолог-эндокринолог, и вы смотрите канал про питание. Обязательно подписывайтесь на данный канал, здесь очень много полезной информации, которая поможет сохранить ваше здоровье и снизить массу тела. Итак, друзья, прежде чем мы начнем разбирать конкретные шаги и действия в коррекции питания, нам важно вспомнить, почему вообще в целом у человека повышается уровень холестерина, как это работает и какие процессы в этом участвуют. Ведь нам действительно уже давно известно, что в основном 80% холестерина синтезируется нашей же печенью в нашем организме. То есть мы это не едим, это полноценно продуцируется в нашем организме и без разницы, что мы будем делать с точки зрения питания и образа жизни. И только 20% поступает с продуктами питания. То есть, конечно, мы можем предположить, что может быть иногда мы с вами переедаем насыщенного жира, съели каких-то очень жирных продуктов в избытке. В любом случае это никогда не будет 70-80%, потому что это невероятно много. Но если это будет больше 20% от нормы, то в таком случае печень просто будет синтезировать несколько меньше холестерина, чтобы уравновесить данный процесс. То есть действительно в нашем организме очень много адаптационных и компенсаторных механизмов для того, чтобы нивелировать какие-то те погрешности в питании, в нашем образе жизни, которые действительно мы можем совершать совершенно ненамеренно. Но почему тогда получается так, что все равно у большинства людей повышается уровень холестерина? И вот тут мы должны понимать, что всему виной тот самый пресловутый висцеральный жир. Да, мы постоянно говорим о висцеральном жире, потому что это действительно самый большой фактор, который вызывает воспаление в нашем организме и нарушает огромные обменные процессы. Поэтому, друзья, я очень хочу обратить ваше внимание, всему виной не тот жир, который вы потребляете из продуктов питания, а всему виной тот жир, который находится в теле организма в избыточном количестве. Мы должны понимать, что у каждого человека есть определенный процент жира в организме, и это нормально, потому что это формирует нашу гормональную систему, это формирует наше здоровье, и поэтому благодаря данному элементу мы можем жить полноценно. Но как дефицит этого жира, так и недостаток начинает приводить к различным сдвигам гормональной системы и нарушать все процессы организма. И когда появляется избыток висцерального жира, тот жир, который обволакивает внутренние органы человека, то появляется хроническое воспаление. Это хроническое воспаление нарушает и углеводный обмен, нарушает обменные процессы, нарушает гормональную работу и таким образом нарушает и липидный обмен. И тогда уже вот этот вот баланс, который должен быть у нормального человека, он не происходит. И таким образом повышается уровень холестерина, и человек с этим ничего сделать не может. То есть, друзья, наша задача, исходя из этого знания, понять, что когда мы хотим снизить уровень холестерина, нам надо не глобально снижать количество жира в продуктах питания, которые вы употребляете, а нам надо снижать количество висцерального жира, процента жира в организме человека. Доводить его до нормы, и тогда вы увидите, что уровень холестерина тоже нормализуется. И тут опять же я хочу обратить ваше внимание, что когда мы уже создаем фокус на снижение процента жира в организме, то мы говорим в основном именно про качество тела, а не про вес. Понятное дело, что, как правило, все-таки тут есть прямая корреляция. То есть, когда человек снижает процент жира, то он снижает и массу тела. Но это совершенно в любом случае разные вещи, потому что, как правило, когда мы снижаем висцеральный жир, то у нас очень незначительно уменьшается масса тела. Человек может скинуть 3-4, максимум 5 килограмм и совершенно, совершенно идеально снизить количество висцерального жира. И также человек может через другие методы скинуть 4-5-8 килограмм, и при этом абсолютно не избавиться даже от 1% висцерального жира. Именно поэтому я хочу, чтобы сейчас вы слушали очень внимательно, что нам нужно делать, потому что огромное количество людей действительно худеют. И на временном этапе они могут даже почувствовать какое-то улучшение. Но уровень холестерина полноценно не снижается. Метаболическая картина организма в целом тоже не меняется. Почему? Потому что нам не так важно, насколько хорошо вы скинули вес, если в этом весе вы скинули огромное количество воды, мышц и очень мало жира. Тогда, конечно же, эффекта особого не будет. Я очень хочу напомнить, что когда мы говорим про какой-то процесс снижения веса или снижения холестерина, то мы никогда не говорим о том, что существуют какие-то продукты волшебные, которые, если вы будете включать свой рацион, будут приводить к результату. Никогда не существует какого-то конкретного продукта. Всегда существует система. Система, в которой вы регулярно выполняете раз за разом определенный алгоритм действий, и таким образом в перспективе начинаете получать результаты. Так вот, что это за система? Самый первый пункт этой системы и очень важный – это режим питания. Вроде бы банальная история, но если действительно вы не знаете, с чего вам начать, находитесь в отчаянии, не понимаете вообще, как вам быть, потому что все процессы патологические уже запущены, и психологически вам очень тяжело, помните, пожалуйста, если вы хотя бы наладите режим, то вы действительно сделаете уже процентов 30 того, что вам необходимо. Что значит режим? Это говорит о том, что вы пытаетесь в унисон все-таки жить циркадным ритмом вашего организма и питаетесь регулярно 4-5 раз в день, чтобы промежутки между приемами пищи у вас были у всех, конечно, по-разному, ну плюс-минус это 3-3,5-4, максимум 4,5 часа. Что нам дает такая стратегия поведения? Ну, во-первых, вы всегда сыты. Это очень важно, потому что когда вы сыты, когда вы получаете достаточное количество всех нутриентов для полноценной жизнедеятельности вашего организма, то таким образом вы не вергаете свой организм в стресс. Это очень важный этап, потому что когда вы не стрессуете, и когда ваш организм в первую очередь не стрессует, то он не пытается задерживать излишки жира. Чем больше мы с вами создаем хаоса в режиме питания, то есть мы голодаем, делаем какой-то разгрузочный день, потом мы приходим на интервальное питание, потом просто получается так, что у вас не получается поесть. И вот чем чаще и дольше происходят вот такие вот истории, то ваш организм начинает думать, что вы его полноценно не накормите. И поэтому он начинает менять, перестраивать свою гормональную систему, чтобы у него была возможность задерживать жир. Именно в этом и является проблема многих людей, которые говорят, что я буквально немножко что-то съел и уже поправился. Конечно, потому что когда ваш организм в стрессе, то он всегда любой избыток, который случайно попадет в ваш организм, не будет расходовать. Он будет его задерживать, потому что вдруг завтра будет снова какой-то день, когда у вас чего-то там не получится поесть. Именно поэтому стабильный регулярный полноценный режим снижает этот уровень стресса, и у вас появляется возможность действительно отдавать тот лишний жир, который есть в вашем организме. Также я хочу напомнить, что у нас присутствуют еще, естественно, и физиологические процессы желчного оттока. Напомню, что холестерин выводится через желчь, а желчный отток не может быть полноценным и здоровым, когда вы едите один или два раза в день. Мы должны есть регулярно, стабильно, с нормальным количеством нутриентов в каждой тарелке, для того, чтобы у нас полноценно работал желчный отток, и мы тоже имели физиологическую возможность выведения излишков холестерина, которые не нужны уже в нашем организме. Следующее очень важное действие – это создание в каждом приеме пищи баланса тарелки. Да, это все тоже правило, о котором мы часто говорим. Опять же, если вы находитесь на начальной стадии формирования своего питания, если вы еще не консультировались с грамотными специалистами, то вы самостоятельно что можете сделать? Вы можете собирать тарелку таким образом, чтобы у вас в тарелке обязательно была клетчатка, то есть овощи или фрукты, обязательно углеводистые продукты и обязательно белковые продукты. Я очень хочу, чтобы этим правилом, оно простое, никто не мог пренебречь. Почему? Потому что каждый компонент подобной тарелки несет огромную функцию. Если вы впервые на канале, то не поленитесь, посмотрите другие видео, посмотрите долгие полноценные прямые эфиры, где я полноценно рассказываю о том, какую роль несет каждый нутриент. Потому что так не работает, что углеводы просто нам нужны, чтобы мы чувствовали себя хорошо, а белки, чтобы росли мышцы. Это слишком примитивное, банальное объяснение, хотя оно, конечно, тоже существует, потому что каждый компонент несет невероятное количество эффектов, которые просто никак не заменить на какие-то другие категории продуктов. То есть вы можете, конечно, из углеводов не любить картошку либо гречку, но вы не можете полностью отказаться от углеводов. Вы не можете полностью отказаться от овощей, потому что у вас вздутие или какой-то дискомфорт. Значит, вы должны работать над тем, чтобы данную ситуацию нормализовывать. Если у вас есть какие-то органические заболевания, которые вам не дают полноценно вот так вот питаться, то вы обязательно должны обсуждать это со специалистами, как можно скорректировать ваше состояние и подход к питанию, для того, чтобы все-таки сохранять те компоненты, о которых я сказала. Именно такая тарелка действительно будет нормализовывать метаболизм, и именно такая тарелка будет способствовать тому, что у вас будет возможность снижать количество висцерального жира. И тут я сразу хочу отметить, друзья, про то, на что мы сейчас фокусируемся. Мы все-таки с вами фокусируемся на долгосрочные результаты, а не на краткосрок, что я вот сейчас это начал делать, и через несколько дней я должен уже увидеть какие-то результаты. Почему я об этом говорю? Очень часто бывает так, что когда человек начинает грамотно работать, то он не только не снижает массу тела, он может ее даже набрать. И тут начинается, естественно, переживание, что как же так, я должен каждое утро видеть отвес, каждую неделю видеть отвес, какие-то результаты, а тут получается, что ничего не происходит, и более того, даже есть некоторый набор. Мы должны понимать, что такое происходит по разным причинам. Например, мы не знаем, какой был бэкграунд у человека. То есть, например, может быть, он сидел на низкоуглеводном питании, и тут он начинает есть полноценно, и, безусловно, углеводы, они накапливают жидкость, и поэтому могут приводить к набору массы тела именно за счет жидкости. И поэтому человек может, конечно же, увидеть такой результат и уже пугается. Друзья, когда мы говорим о полноценной работе, то мы говорим о той работе, которая дает нам результаты в долгосрочной перспективе. Большинство различных видео, большинство различных советов, которые вы слышите, слушаете, внимаете с точки зрения интернета, они все направлены на краткосрок. То есть, вы начали это делать, и вы уже в ближайшую неделю видите какой-то результат, ну, либо в ближайшие две недели. Но это ничего общего не имеет с тем, что мы пытаемся как-то повлиять на количество висцерального жира, который просто априори не может быстро уходить из нашего организма. Мы с вами не обсуждаем вопросы действительно нормализации уровня холестерина и каких-то других анализов по типу мочевой кислоты, уровня глюкозы, потому что данные процессы тоже, ну, просто не способны происходить быстро. И еще раз я напомню, что когда мы говорим про улучшение анализов, улучшение нашего самочувствия, мы должны говорить про снижение висцерального жира. Это не происходит быстро, поэтому, безусловно, когда вы прибегаете к каким-то диетам, вы увидите быстрее отвес. Но чаще всего этот отвес обусловлен не жиром, а все-таки частью мышц, которые нам крайне нужны, потому что именно мышцы являются тем пусковым двигателем сжигания жира, и поэтому именно мышцы нам помогают действительно полноценно снижать массу тела. Поэтому не боимся такой тарелки, не боимся такого чистоты питания, потому что именно благодаря данным элементам мы можем помочь себе наладить свой гормональный фон и действительно подводить себя к снижению, качественному снижению массы тела. Итак, следующее действие – это стараться в нашей тарелке включать максимально качественные продукты. Тут как раз-таки мы и говорим о том, что, конечно, если мы будем есть круассаны, белый хлеб, какие-нибудь пирожные, то мы будем отдаляться от возможности полноценно получить результат, и поэтому мы должны все-таки стараться это нивелировать в своем рационе. Поэтому если мы выбираем углеводы, то мы должны понимать, что это должны быть цельнозерновые углеводы. Если мы берем белковые продукты, то мы должны выбирать качественные белковые продукты, а не ветчину, сосиски, колбасы и так далее, потому что это мясной продукт, в котором белка, как правило, не очень много, и это все-таки не очень качественный белок. Если мы говорим с вами про овощи и фрукты, то мы едим овощи и фрукты, стараемся есть именно в таком виде, а не делаем какие-то соки, различные пюрешки и так далее, потому что это уже менее качественный продукт. Тем не менее, конечно, мы можем иногда включать продукты, богатые сахарами в наш рацион, продукты, богатые простыми углеводами. Да, это возможно, но мы должны стараться нивелировать данную ситуацию, чтобы мы понимали, что 85% нашего рациона это обязательно качественные продукты, ну а 10-15% иногда может приходиться на какие-то вот такие вот дополнительные варианты еды, которые ничего общего не имеют с формированием полноценного нашего здоровья. Но в таком проценте они нам не навредят, но, возможно, психологически нам будет комфортно. Также я всегда делюсь самым главным лайфхаком, потому что мы всегда пытаемся ограничить себя. То есть мы услышали, что сахар в избытке это много, поэтому мы стараемся сахара не есть. Мы услышали, что какие-то простые углеводы это нехорошо, и тоже пытаемся ограничить себя, избавить себя от этого. Но я всегда говорю о том, что фокус нужно делать на том, что вам надо добавить и как вам нужно расширить свой рацион. Потому что чаще всего человек об этом не думает. Он думает, как ему не есть эту конфету, не думая о том, что ему надо еще съесть за сегодня 500 грамм овощей. Лучше думать об этом, лучше формировать разнообразие овощей, нежели пытаться отказаться от конфеты. Потому что, скорее всего, когда вы съедите свои 500 грамм разнообразных овощей, то про конфету очень вероятно вы забудете. А если не забудете, то явно это будет одна конфета, а не 10 конфет, которые, возможно, вы могли бы съесть, потому что были не очень сыты, и, собственно, съели такое количество конфет. Поэтому старайтесь обращать внимание больше именно на расширение рациона теми категориям продуктов, которые нам нужны, а не на ограничение того, что и так известно, не очень полезно. И, друзья, еще один очень важный элемент. Нам мало просто есть качественные продукты. Нам нужно еще есть разнообразные качественные продукты. То есть, если мы с вами привыкли есть листья салата, огурцы, помидоры, и все, то это очень мало, и, скорее всего, это будет меньше нас подводить к результату. Если мы привыкли есть гречку, рис и перловку, и больше ничего, то это тоже нас будет отдалять от результата. Нам очень важно, чтобы мы учились разнообразно питаться. Есть такая рекомендация в научной диетологии. Мы должны съедать более 30 видов клетчатки в неделю. Что такое вид клетчатки? Это разные форматы овощей, фруктов и, собственно, углеводов. Вот и посчитайте, сколько вы должны включать в свою неделю разнообразных продуктов, разных-разных-разных, то есть, это гречка, перловка, рис, цельнозерновой хлеб, киноа, булгур, какие овощи, какие фрукты, для того, чтобы вы действительно набрали хотя бы 30 видов клетчатки. И тогда это действительно будет походить на то, что вы разнообразно питаетесь и помогаете своему организму снижать уровень холестерина. Тут вы можете понять и прийти к выводу, что когда мы садимся на какую-то диету, когда мы пытаемся как-то себя ограничить, когда мы слушаем рекомендации, что это нельзя, потому что тут гликемический индекс высокий, это нельзя, потому что еще подъем чего-то будет происходить в нашем организме и так далее, то вы сокращаете возможность разнообразия этих продуктов и таким образом ухудшаете ситуацию. Поэтому расширение и еще раз расширение рациона качественными продуктами это всегда невероятная огромная польза. Ну и безусловно ко всему к этому мы добавляем базовые пункты, которые также очень нужны. Это потребление достаточного количества воды, полтора, два литра для каждого человека это очень важный компонент. Далее, конечно, это исключение курения, потому что, увы, курение влияет напрямую на повышение уровня холестерина, причем даже без наличия висцерального жира. Поэтому это действительно очень негативный фактор и если у вас есть такая вредная привычка, то старайтесь от нее избавиться, потому что, возможно, вся проблема в курении, например, а не в том, что вы питаетесь как-то не так или у вас большое количество висцерального жира. Ну и, конечно же, нивелирование в своем рационе алкогольных напитков, потому что они тоже косвенно, пагубно влияют на улучшение уровня холестерина. Вот и все. Смотрите, если мы будем действительно систематично изучать все эти основы и выполнять ежедневно на регулярной основе, полностью уделить внимание тому, чтобы не изучать какие-то новомодные истории, а стараться сделать так, чтобы то, что я сейчас рассказала, стало рутиной вашей жизни. Поверьте, друзья, это не так-то и просто для большинства людей. Хотя звучит все просто, но нам надо, чтобы мы это делали не день, не два, не неделю, а чтобы мы это делали всю свою жизнь, потому что действительно мы очень индивидуальны и получить результаты мы не можем через какой-то понятный установленный срок. Да, мы можем говорить про средние сроки, что это два, три, четыре, максимум полгода, когда мы можем уже увидеть результаты. Но у всех бывает по-разному. Кто-то дольше ждет, кто-то раньше получает этот результат. И поэтому нам важно, чтобы мы фокусировались не на том, когда-когда мы его уже получим, а фокусировались на том, что теперь вот это вот питание это образ моей жизни. И поэтому мне не так важно, когда я получу на месяц раньше результат либо на месяц позже. Самое главное, я удержу этот результат, потому что этот формат питания это формат моей жизни. И очень часто люди задают вопросы, как это вообще выглядит, да, вот в теории вроде бы все понятно, да, но как это выглядит в реалиях? Поэтому я вам сейчас показываю примерные два дня человека, который по такой системе, по такому формату укладывает это в свою жизнь. Причем не конкретно какие-то рекомендации четкие, что ему нужно есть такую-то крупу, что ему нужно есть определенные продукты и так далее. Мы поняли систему, и человек под свой образ жизни подстраивает эту систему. И вот вы посмотрите, регулярное питание четыре-пять раз в день, полноценные тарелки, очень красочные, очень красивые. Вы можете увидеть, что здесь нету никакого голода. Действительно, все полноценное, все качественное. Человек постоянно сыт и чувствует себя комфортно, физически активен, и все с ним в порядке. И вот спустя полтора-два месяца вот такой работы и вот такого питания мы можем наблюдать замечательное снижение уровня холестерина. Посмотрите на анализы, какие были до, какой был уровень холестерина и какой уровень холестерина после. Не только общий холестерин снизился, но и безусловно плохие негативные фракции холестерина тоже снижаются. То есть мы можем сделать вывод, что действительно результат есть. А почему он есть? И тут я тоже вам прилагаю и показываю биоимпеданс, то есть это оценка качества тела, где мы можем увидеть, что изначально процент жира в организме был 37, а теперь мы видим 32. То есть буквально за два месяца у нас произошли такие колоссальные изменения, потому что действительно, если мы снижаем процент жира на каждые 5% примерно из нашего общего состояния, то мы полностью меняем свой гормональный фон. То есть действительно мы меняем все процессы, которые происходили в нашем организме, само собой в лучшую сторону. И тут же я хочу отметить, что посмотрите, какой отвес. Отвес совершенно небольшой, то есть порядка двух килограмм, двух с копейками, и при этом такое колоссальное количество снижения процента жира. Вот я еще раз хочу вам показать на практику, что вот что важно, друзья. То есть мы не должны стремиться к быстрому снижению массы тела, потому что это не важно. Важно, что конкретно ушло из того веса, мышцы, вода или собственно жир, то, что действительно поменяет наше здоровье. Я поделилась полноценным удачным случаем, когда человек действительно выполнял все полноценно, когда действительно у него фокус внимания был на том, чтобы начать жить по-другому. И это стало его рутиной, хотя до этого, конечно, человек тоже делился тем, что это нереально, нереально организовывать разнообразное питание, постоянно об этом думать, постоянно пытаться сходить в магазины, на рынки и так далее, для того, чтобы всегда было полноценное и грамотное питание. Но, друзья, наш организм на самом деле очень адаптивен, и поэтому несколько месяцев плотного фокуса на этом вопросе, который продлевает нам жизнь, и потом это становится привычной рутиной. На самом деле, конечно, чтобы мы были максимально откровенны, мы должны понимать, что так происходит не у каждого. То есть, некоторым гораздо дольше приходится внедрять эти привычки. Также бывают такие элементы, когда у человека нарушено пищевое поведение. Здесь проблем у нас не было. Мы питались, чувствовали себя комфортно. Конечно, иногда, когда у человека наблюдается нарушение пищевого поведения, то наш путь, он, конечно же, увеличивается, потому что сначала нам нужно поработать над психологической составляющей, для того, чтобы потом вот такой формат питания не воспринимался как диета, не воспринимался как ограничение. Конечно, нам требуется на это время, потому что так быстрое мышление человека не меняется. Поэтому, да, иногда на это может уйти 2-3 месяца, как я сейчас рассказала, а у кого-то на это может уйти 1-2 года. Но, тем не менее, вы должны понимать, что вот он результат, вот так он будет происходить, если вы будете идти по этому пути. Даже если в вашем случае этот путь будет более длинный из-за того, что ваш бэкграунд диет, пищевое поведение несколько уже нарушен, и поэтому сейчас не все еще в порядке. Тем не менее, с этим можно работать, и вы видите, что там в конце. Замечательные анализы, замечательный процент жира и действительно здоровье. Ну, и также я хочу предостеречь. Дело в том, что 80% примерно имеют людей, имеют высокий процент холестерина, именно по какой причине? По причине той, которую я озвучила в этом видео. Так бывает не всегда. Есть наследственные формы повышения уровня холестерина, когда человек может на самом деле грамотно питаться, все у него может быть хорошо, но при этом холестерин высокий. И тогда, конечно, мы понимаем, что нужно обсуждать это с врачами и назначать медикаментозную терапию, потому что в медикаментозной терапии ничего плохого нету. Она нам помогает продлить жизнь, она нам помогает полноценно функционировать. Вопрос не в том, что это плохо, а вопрос в том, что все медикаменты имеют свои показания. И если мы понимаем, что человеку можно помоить через коррекцию питания, то мы, конечно, собственно, можем это делать. Если мы понимаем, что уже риски высоки, то тогда, конечно, мы назначим медикаменты, потому что наша самая главная задача это не навредить человеку. Я уже сказала, что возможно снижение холестерина через коррекцию питания будет происходить медленно. Возможно, вам понадобится один, два, а может быть, даже и три года. И, безусловно, вы должны понимать, что когда мы говорим о таких сроках, нам важно понимать, а какие на старте у нас риски. Поэтому существует шкала скорр, которую мы осознаем и можем сориентироваться с точки зрения того, какой риск сейчас у человека. Если риск невысокий, то, конечно, мы можем работать с питанием. Если риск высокий, то мы также будем работать с питанием, но уже будем назначать статины. Почему? Потому что нам важно сохранить жизнь человеку, а не делать то, что в перспективе должно помочь, но сейчас уже неуместно. То есть, конечно, когда человек чувствует себя очень плохо и находится условно при смерти, то мы не будем ему читать лекцию о том, слушай, дорогой мой, ты 30 лет должен был питаться правильно. Мы будем ему помогать уже, естественно, экстренными мерами. То же самое и здесь. Именно поэтому не бойтесь медикаментов, если вам врачи назначают. Если вам кажется, что врач назначил некорректно, потому что ваш случай еще не критический, то тогда идите к другому специалисту и консультируйтесь. Проясняйте для себя о какой случай ваш и потом уже действуйте по тем алгоритмам, которые я озвучила. Друзья, я надеюсь, что данное видео вам было полезно. В воскресенье я хочу провести прямой эфир, где я буду отвечать на ваши вопросы и по этой теме в том числе, и более подробно мы будем обсуждать, какие еще можно действия совершить, чтобы повлиять на снижение уровня холестерина. Если вам это актуально, то дайте обратную связь в комментариях. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там еще больше информации. До новых встреч!